Радио Болтком Не имеет значения, но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят. Очень круто. Наконец-то выскажусь. Что так? Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Программа «Встретились, поговорили». Олег Пеков в студии. И вот у нас сегодня очень замечательный, прекрасный гость, с которым мы сейчас и поговорим. И действительно, это такая встреча приятная, поскольку в нашей студии уроженец Риги, можно сказать, житель Балдераи, затем покинувший родную страну, но тем не менее добившийся больших успехов. Кстати, фильм, снятый этим человеком, «Мир вашему дому», сейчас вышел уже на экраны Риги. Его можно посмотреть не только в Риге, по всей Латвии. Режиссер Владимир Лерт у нас в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Очень приятно, Олег. Вот мы как раз начали вспоминать действительно о том, что с «Болткомом», ну, еще не с радио, а вот с телевизионными специальными возможностями... Приставочек, да, посмотреть. Вот как раз было связано и ваше практически увлечение кинематографом, да? Да, я вот только что вспоминал до эфира, что благодаря этой приставочке когда-то появилось иностранное телевидение, где я первый раз увидел вручение «Оскара», вот этот весь пафос «Голливуд», и мне тогда в юности очень показалось правильным решением во что бы то ни было пробиться туда, в «Голливуд» и снимать там кино. Потом, позже я осознал, что там, где я, там и «Голливуд», собственно, вот, но это было позже. Научились практически, вот можно сказать, по голливудским учебникам? Не практически, так и было. Я поехал, я поступил в Санта-Барбаре, в киношколу, в тот момент крупнейшую в США, очень красивая, там снимал и Содернберг с настоящими кинопавильонами. Это были лучшие четыре года, наверное, моей жизни, абсолютная мечта. Большая голливудская киношкола, серьезное четырехлетнее образование. Так что там я учился, в солнечном городе Санта-Барбара. Ну и фильмы «Ночь святого Валентина», «Пленница», «Оторжение», кстати, где сыграл Богдан Ступко, пожалуй, ну, наверное, самый знаменитый, известный, уважаемый актер Украины. И, насколько я знаю, что как раз-таки он играл на сцене роль Телье Молочника в театре Ивана Франкта. Это была его идея, этого фильма «Мир вашему дому». Названия тогда еще этого не существовало. Спектакль назывался «Тевья Тевель», и был международный кинофестиваль в Киеве. И Богдан Следович пригласил, он говорит, ты видел моего «Тевья Тевель»? Я говорю, нет, я обязательно куплю билеты, схожу. Он говорит, никуда ты не сходишь, потому что это юбилейный спектакль, я его играю специально для гостей, а так уже, в общем, приходи, я тебе оставлю два билета. И, в общем-то, я пришел, увидел, и после этого мы поговорили, и Богдан Следович, если очень коротко, предложил сделать этот фильм. И я ему сказал, Богдан Следович, вы шутите, кто же мне доверит? Он говорит, я. Потому что мы уже тогда сделали отторжение. Он говорит, ты, вы, он меня на вы, правда, звонил. Он говорит, вы идите и пользуйтесь моим именем. Если кто-то спросит, вы скажите, что это я хочу, чтобы вы снимали этот фильм, вам никто не откажет, поверьте. И я вот просто так и поступил. Я пришел, и люди такие, ты шутишь? Я до этого снимал клипы Богдану Титомиру, и сейчас тут. Я говорю, да, да я вот, честно говоря, так же думаю. И я Богдану Следовичу то же самое сказал. А он говорит, нет, хочу, чтобы ты снимал. И вот тогда начала эта ситуация меняться. И этот фильм начал как-то, я не знаю, иметь, что ли, возможность создаться. Я не знаю, как это выразиться. Понимаете, это самое начало такого проекта. К сожалению, к великому Богдану Следовичу не стало. И я остался с этим фильмом и с каким-то внутренним ощущением, во что бы то ни стало, перенести тот спектакль. Это не спектакль, а ощущение того, что я, вот этой истории, да, вот этого всего на экран. Понимаете, то, что вы же вчера были на показе. И вы видели, вот то, что зрители чувствуют, поверьте, это то, что вот чувствовал я на этом спектакле. Я очень счастлив, что нам все, это 200 человек работало. Я вспоминал постоянно своих и Диму Ишенкова, и Володю Сенченко, монтажёра, режиссёра монтажа, и Диму. В общем, огромное количество людей, которые до сих пор работают над этим фильмом. Не знаю, что... Какой был вопрос? Нет, я просто хотел даже провести параллель, что, во-первых, это произведения прекрасной Шалума-Лейхума, которые превратились в пьесу благодаря вот Григорию Горину. Да. Григорий Горин в то время работал с Марком Захаровым, и Марк Анатольевич там практически заказывал у него пьесы по великим произведениям. По-моему, шесть пьес вот Горин написал, там, и Тилю Линшпигель. Это, ну, вот обработки каких-то прекрасных литературных произведений. И я так понимаю, что ведь Владимир Долинский, который какое-то время тоже вот работал, и по большому счёту ведь у него была трагическая история, когда его посадили в тюрьму, когда он вышел, именно Марк Анатольевич Захаров взял практически бывшего заключённого в труппу и за него поручился. Это было его новым витком карьеры. И вот как бы, ну, я думаю, что многие в Риге тоже смотрели, привозили его в театр Линком, приезжал с этим спектаклем, где роль играл Евгений Леонов, главную в этой вену, и там играли и Абдулов, и Пельцер, и там, ну, вот, в принципе, там всё созвездие Линкома. — И просто вот к тому, что Долинский — это какая-то вот прям даже ниточка... — Ниточка, мостик, мостик. — Я от него не отставал, я расспрашивал все съёмки, как снимали Мюнхгаузена, насколько они были точны к тексту, где там были импровизации. Для меня, честно говоря, это было абсолютно... Я даже не рассчитывал на это, потому что бюджета у нас не было на таких звёзд, и мне заранее сказали, в общем-то, делай кастинг поскромнее. Вот. И был другой украинский артист на эту роль, уже и Гримм был готов. Но вот этот артист отказался, кстати, сниматься. Не то что отказался, там не могли договориться по условиям. И с продюсером Ирой мы разговаривали с Линейным, и я говорю, Ира, ну, понимаешь, вот, я говорю, у меня нет другого артиста, у меня нету, потому что я этого актёра взял, потому что он мне напоминает Долинского, и как бы... А я не знаю, что... Она говорит, Владимир Абрамович? Так я его знаю, сейчас я ему позвоню, подожди секунду. И раз, буквально через 20 секунд она уже набирает номер, я ещё даже ничего не успел сказать. Я говорю, а она... Владимир Абрамович, да, тут вот Володя, режиссёр, хочет с вами поговорить, на. И вот так трубку мне. Это вот буквально 15 секунд. Я от такого перепада давления замер и говорю, Владимир Абрамович, вот здесь. А он мне в ответ говорит, Володя, если вы мне раньше позвонили, я бы на пробы за свой счёт прилетел. Вот. И вот после этого разговора мы уже буквально встретились через две недели на съёмочной площадке, где сняли первый кадр, когда вот в гриме всё, идёт мясник. Ну и это было очень здорово с ним работать, и мы до сих пор дружим. После съёмок он не отправил к себе там, даже, говорит, поживи, там у него есть местечко одно спокойное, где можно было отдохнуть после съёмок в Испании. Он мне любезно его предоставил, поэтому я безумно благодарен. Мы до сих пор дружим. Вот. Это был действительно такой мостик, и для меня было важно, конечно же. Я спрашивал, как вы думаете, Григорию Израилевичу понравилось? Он говорит, я думаю, да, Гриша понравился. Он мне сказал это после того, как посмотрел первый раз фильм. Он сказал, ты знаешь, я думаю, что ему бы понравилось. Вот я, когда шёл на фильм, я страшно боялся, во-первых, ну потому что у меня перед глазами стоял спектакль Ленкома. То есть я боялся, что это будет, ну вот, или калька, или, ну, какое-то подражание. Второй страх был связан с тем, что, ну, вот эта тема, ну, в самом деле, вот Шалома Алейхама, вот она может быть очень легко, вот в одну секунду, опошлиться просто пересказом еврейских анекдотов. И это будет, ну, да, смешно, но как бы, ну, это вот будет смотреться так, ну, тривиально. И вот когда ты попадаешь в эту волшебную атмосферу, вот с самых первых кадров, вот с этими изумительно снятыми красивыми пейзажами, и вот с этими любовными вот какими-то, ты понимаешь, что вот эти все предметы, которые появляются в кадре, думаешь, боже мой, как вот, как интересно, как точно вот они созданы, как костюмы, все вот мелочи, которые создают эту атмосферу. И, конечно, ну, вот то, что прекрасный, великолепный текст Горина, и, кстати, не только Горина, сейчас мы, наверное, об этом тоже поговорим, это все, ну, вот лишено вот этой какой-то, ну, вот нарочитой, ну, вот какой-то вот нарочитой такой грубоватости такой, чтобы понравиться публике. А это действительно человеческая история, и в которой... Я вот, ну, единственное, боюсь, чтобы не было ложных ожиданий, что это не комедия, то есть, чтобы люди не... — Это трагикомедия. — Это трагикомедия. И смеются, и плачут. — Да, конечно, это трагикомедия, потому что вот когда человек на банане падает в одну секунду времени, это трагично и комично. Ведь для того человека, он бедро, не дай бог, там сломал, да, а кто-то будет идти через улицу, он хихикнет, правильно ведь? — Да. — Поэтому трагикомедия, в отличие от комедии, она, на мой взгляд, очень... самый правдивый жанр, понимаете? Вот самый правдивый. То есть это вот прям правда-правда. И эффект этого фильма очень интересный. Первый раз смеются и плачут. Второй раз чуть больше смеются. Третий раз ещё больше смеются. Я этот фильм смотрел много раз, и чем больше вы его смотрите, тем больше вы начинаете понимать, какое огромное количество юмора туда заложено на одну квадратную, я не знаю, там, сантиметр этого времени. И там очень много юмора. Но первый раз я согласен. То есть люди больше как бы, они понимают, что это, в общем, такое получается 3D. — Но я хочу сразу тоже вот сказать, что мне... — Подождите, вопрос, Олег. В конце фильма вы смеялись? — Да, конечно. — Ну, это же было трагично, но все хохочут, за животы держатся, понимаете? Вот и всё. — Ну вот я к тому, что ещё один очень удивительный момент, несмотря на то, что через фильм проходит вот красная нить, там, и погром, и проходит, ну, там вот то, что выселение евреев в эту черту оседлости, и все-все, ну, вот эти драматические события. Тем не менее, в фильме я вдруг не понял, что нет ни одного злого какого-то, ну, такого мерзкого персонажа, который вот бы вызывал страх или какое-то вот отторжение. Потому что даже вот, ну, даже миссиник, который вот, да, сначала сватается к красивой девушке, старик, которого вот, ну, это вот драма, как девушке, в общем-то, схочется выйти замуж по любви. И вдруг он оказывается, на самом деле, вот очень всё-таки, ну, человеком с золотым сердцем, он не трагический. Урядник, который тоже вроде бы, вот он олицетворяет собой власть, которую евреев угнетает, но в нём тоже вот неожиданно какие-то человеческие черты, он пытается сопротивляться, вот, ну, живёт как-то по совести. Ну, вот это вот... Это волшебная драматургия Григория Горина, скажу вам честно, потому что мы, конечно, Александр Кузнецов, и то, что мы сделали, понятное дело, перевели это всё в сценарный формат, и это заняло действительно очень много времени. Я думал, что это будет быстрее, в результате это около двух лет заняло процесса. Но, тем не менее, да, всё, что мы пытались сделать, это не испортить драматургию Горина. Вот, понимаете, это не то, что мы что-то сочиняли, нет, это именно была более, как бы, такая редакторская работа. Как сократить, но сократить так, чтобы не отрезать лишнего? Понимаете, это вот... Ну, это Горинская драматургия. Он очень понимал хорошо, как создавать персонажей, как... Плюс ко всему, ведь Шолом Алейхом писал это произведение 23 года. Он, по-моему, 6 лет писал и потом очень долго редактировал. После чего, я когда посчитал, там, в общем, количество, около 36 лет работы над сценарием. Представляете себе, 36 лет люди работали сквозь время. Сначала Шолом Алейхом, потом Горин, потом мы с Сашей. И потом люди это всё смотрят за два часа. Представляете, что с ними творится? Поэтому вот эти все эмоции, поэтому всё это работает. И действительно нету плохих таких персонажей. Почему? Потому что это трагикомедия. В жизни, к сожалению, так жизнь устроена. Часто любой злодей, если вы спросите, у него будут самые честные намерения, самые чистые, самые светлые. Поэтому в жизни каждый злодей считает себя героем. Наверное, и Горин, как гениальный драматург, создавая эти персонажи, делал их объёмными. Потому что иначе они как раз то, что называется, были бы плоскими. Этот плохой, этот хороший. А знаете, как вот инь-янь, древняя восточная философия, что и в добре есть зло, и в зле есть добро. Сама пьеса четырёхчасовая. Спектакль в Ленкоме, но на сцене шёл три часа. Ваш фильм два часа. Вот как приходилось, ну вот как это удалось вот действительно ужать? То есть я поставил себе, поставил целью рассказать определённую историю, да, определённую историю и сконцентрировать зрительское внимание на вот, так скажем, я не люблю скучное кино. Для меня важно, чтобы зритель, и я в том числе, вот как с первой минуты начал смотреть, и чтобы не отпускал ни на секунду, никуда. Даже если в туалет хочется, чтобы... И для меня было важно сделать динамичное, классное кино, но при этом, чтобы зритель не заметил, чтобы динамика была бешеная, а они смотрели, и казалось, что кино такое, вот как будто льётся тихонечко. Для этого использованы просто трюки киношные, не знаю, как объяснить это, да, но если коротко, то убрано 60% диалогов из фильма, да. То есть мы это называем болтовня, потому что это для театра, для радиопьес, а в кино люди хотят смотреть на действия. Поэтому этот фильм мы освободили от гениального диалога на 60% и оставили 40% только то, что толкает кино. Вот то слово, которое не движет историю вперёд, а просто, так скажем, углубляет персонажа, рассказывает, как Минахин получил эти карточки. Там тоже всё это есть, да. То есть это интересно, да, но это вот чуть-чуть вот другое уже, другая линия истории. Поэтому мы это всё очистили и оставили исключительно историю кор ее, да, основную суть, важнейшую, которую зритель должен получить, эту мудрость, этот позитив. Вот известно, что в Голливуде любят проводить тест-просмотры, когда затем, значит, на аудитории проверяют, и где смешно, где не смешно, где вдруг аудитория говорит, ой, зря убили этого персонажа. Его тут же воскрешают, переснимают. У вас такое было? Я обожаю зрительские показы, поскольку я изучал, как Чаплин работал, я понял, что всё это фильм, понимаете, какая штука интересная. Вот если кино показывать в пустом зале, представьте, где-то как кот Шрёдера, да, то есть он не работает в фильм, потому что для того, чтобы фильм заработал, нужен хотя бы один зритель в зале, а иначе это будет просто ничто. И вот, когда я это осознал, я понял, что в нашей технологии можно с телефона тёте, дяде, брату, друзьям показывать первые версии. Где-то ещё не доснято, где-то я вставляю кусочки раскадровки, да, но мне важно показать, потому что что такое кино? Это всего лишь рассказ, рассказ истории путём картинок, путём всего искусства, которое человечество изобрело, в общем-то, да, нужно рассказать в два часа истории, чтобы люди не переключили канал, не ушли и так далее. И, конечно, я это всё, вот первая тётя моя, тётушка Наташа, как она любит, чтобы я называл, тётушка на пузу 16, это вот недалеко от золи туда. Я говорю, давай посмотрим, давай посмотрим, ещё с плохим звуком, говорю, ты вот, я понимаю, там ещё будут что-то, ну вот, понятно или непонятно. И самую первую версию посмотрела моя тётя, тут же вырезала 10 минут, сама этого не понимая, сказав, что кино хорошее, но вначале было скучно. Я сразу раз, 10 минут выкинул оттуда, потому что я понимал, что вот оно. Я когда снимал, я ещё думаю, лучше я оставлю чуть-чуть, да, на 10%, не уверен. Вот если я не уверен, оставлять не оставлю, думаю, оставлю, лучше потом вырежу. И таким вот зрители вчера увидели, по секрету, скажу, 12-ю версию монтажа. То есть пока я не убедился в том, что фильм работает на 100%, что прям зритель приходит в абсолютный восторг, тогда мы закрыли этот монтаж, сделали чистовой звук, записали симфонический оркестр, там 75 человек играет, только в кинотеатре это слышно, настоящий такой звук. Да, и я считаю, что это очень правильная практика, и всем режиссёрам, своим коллегам говорю, что да, есть два пути создания условно кино, если коротко. Можно как ракету, запустил, полетит, не полетит, да, не знаешь. А можно как автомобиль. Едешь, видишь препятствие, объехал, видишь препятствие, объехал. Таким образом, я препятствиями называю, это вот зрительские такие тестовые показы, когда зрители не понимают чего-то. Я подхожу как детектив и говорю, вот, а что тебе, а что это, где, где не понравилось, чего ты не понял. И зрители, которые технически в кино ничего не понимают, они дают абсолютно честный, они говорят, вот я не понял, кому, допустим, сватается мясник. Я эти имена все не запоминаю, да, он пришёл к кому-что, ага, я понимаю это всё, и мы записываем. Нужна ещё одна сцена, где визуально, без диалога, потому что я дал себе слово не дописывать Горина, но если что-то непонятно, я имею право использовать кинематографический язык, как режиссёр. И вот сцена на базаре, когда он с куском мяса стоит, да, она как появляется? Из-за того, что был зрительский показ, и люди не могут связать, из каких дочерей сватается мясник. У него опять, да, вот это есть. Да, не понимают, ага, Горина мы не имеем права дописывать, он этого терпеть не может. И, соответственно, вот рождена была эта сцена, да, и визуально теперь люди видят, да, вот таким образом, путём языка кинематографии, мы и сделали то, что вы вчера увидели. А вот по поводу дописывания и недописывания Горина, вот всё-таки ведь спектакль в Ленкоме, напоминальная молитва, там ведь что-то актёры могли придумать, какие-то вот сценки, какие-то вот моменты, какие-то что-то вот из этого попало в фильм? Попало, я изучил спектакль, который есть, Ленкомовский, в записи, и сравнил её с пьесой, увидел все придумки замечательные, которые были использованы артистами и режиссёром, и украл их в кино. Ну, вот я рассказывал про шутку, что уезжаю в Нью-Йорк, есть такой город большой, говорят, больше Киева. Да не может быть. Да, да не может быть. Болтают дураки. Понятное дело, что Киев по сравнению с Нью-Йорком. Но, опять же, это всё шутки, которые были из Ленкома, я проверил, просто посмотрел, что, знаете, как считается у художников, что если что-то есть классное, то не грех украсть это к себе, потому что это же всё делается во благо зрителю. В общем-то. Поэтому, да. Всё лучшее из спектакля Ленкома в этом фильме. Ну, вот Ступко не смог сыграть эту роль, и в этой роли снялся вот Терри Евгений Князев, ректор Щуки. Мне кажется, что он отдал, может быть, многие силы воспитанию студентов в поколении актёров, хотя он сам гениальнейший, потрясающий актёр, который вот в это время мог использовать для того, чтобы активно сниматься и играть, ну, в том числе, хотя он играет и на сцене, и снимается, но, тем не менее, это могло быть больше. Совершенно потрясающе. Как удалось уговорить его на эту роль? Он, я вот когда, я так же был настроен, вот, а он, когда я ему позвонил, он был просто очень удивлён, и он меня выслушал и потом сказал, «Володь, ну, от таких ролей не отказываются». То есть, что вы хотите, что я ему ещё сказал? Ну, конечно, да. Вот он мне так и сказал. Он мне сказал, от таких ролей не отказываются. То есть, и всё. То есть, там не было никаких, он просто вот так сказал, говорит, «Но я настаиваю на кинопробах». Вот это я очень уважаю, потому что многие артисты воспринимают кинопробы как какой-то конкурс или ещё что-то, боятся их, трясутся. Это неправильно. Я считаю, что, хотя я понимаю, почему это так происходит, но всё-таки артисты на кинопробах, они показывают своё предложение роли, да, как это будет, как вот он это видит. Евгений Владимирович перейдил в Киев, мы сделали пробы, пробы грима, начался процесс. Ну, и вот, в общем-то, не знаю, вот мы сделали то, что сделали. Я рад, что вам понравилось. Нет, ну, у него действительно вот настолько свой, то есть, это не... Ну, вот прекрасные, гениальные актёры, они могут создавать вот что-то своё абсолютно. Ну, потому что, если честно, я требовал от него ничего не играть, понимаете? Ведь я когда-то услышал, как интервью Куклачёва, как он кошек дрессирует. И он говорит, кошку невозможно дрессировать. Если вот ей нравится котёнкам спать в кастрюле, я просто начинаю её кормить в этой кастрюле, а потом вокруг этого делаю номер там с поваром, он кастрюлю открывает, кошка туда запрыгивает, потому что думает, что там еда. Просто говорит, я нахожу то, что коту нравится, использует. Я подумал, какой классный, в общем-то, можно так и кастинг попробовать делать, находить людей, которые уже имеют вот эти качества все, понимаете? Вместо того, чтобы актёр играл, иногда можно по-другому. И так и так работает на самом деле. Поэтому большинство... Я копировал психологию своего дедушки. И помню, как он реагировал на какие-то стрессы, вещи. Он был очень добрым человеком. И, по сути, я копировал психологию своего дедушки. То есть рассказывал, какой он был. Было здорово. Но на роль Минахима, тем не менее, вы взяли актёра, который как будто бы совершенно не похож на него. Да, в жизни Андрея Кайков совершенно другой. Шесть кадров, там многие его знают именно по этому шоу. Я делал полгода кастинг. Мы ездили по всей Украине, в Одесские театры. В общем, ну всё, вообще абсолютно всё. И я понимаю, что нет этого Минахима. Да, есть артисты. Да, они там корчат из себя. Да, они пытаются там играть и всё. Но это всё фальшиво. И на пробах думаю, может быть, это пробы. Может быть, нужно как-то по-другому. В каких-то... Ну, нифига не получалось абсолютно. И в результате, я думаю, что же делать, что же делать. На тот момент у меня один актёр тоже слетел на Урядника. И я решил взять Виктора Андреенко, поскольку он пародийный тоже актёр. И может сыграть абсолютно угодно. От Попанова до Миронова, кого хочешь. Я понял, что окей, он сыграет. И он сыграл. И я решил, когда Минахима нет, а у меня съёмки через две недели, пойти таким же путём. Когда я увидел Андрея Кайкова, я подумал, что внешне он потрясающе подходит. Но и его навык в шести кадрах, да, каждую, там, я не знаю, две-три минуты играть новый образ. Он как человек-отмычка. Он сыграет мне любого, подумал я. Созвонили с ним в Zoom или в Skype на тот момент. И сделали небольшие пробы такие. Вроде как я понял, что да, да, вот оно где-то что-то. Андрей прилетел в Киев. И когда он надел костюм, я помню, он надел вот эту первую какую-то шапочку. Ну, так, почти Минахим. Но когда он надел этот котелок, бах. И я говорю, сядь. Он вот так сел, и всё. Это было понятно, что это работает. Ну, и когда мы начали работать уже непосредственно на съёмочной площадке, ну, Андрей настолько держал это всё, понимаете. Он настолько круто это всё исполнял, что я начал возвращать сокращённое. Ведь я сократил Минахима. Я понял, что нет-нет-нет, я начал возвращать. И некоторые вещи, скажу вам честно, я начал восстанавливать прямо. Ну, то есть, условно говоря, в интернете набрал поминальную молитву, да. Я заскриншотил текст, который я до этого удалил. И говорю, Андрей, слушай, давай всё-таки вот я верну, потому что это крутой текст. Я понимаю, что ты это сделаешь. Я знаю, что ты не учил этот текст. Но я просто тебе говорю комплимент. Ты настолько круто играешь эту роль. Я просто возвращаю. Извини, что я это делаю за 30 минут до съёмки. Тебе вот сейчас монолог нужно выучить. Но вот это так. И он умудрялся выучить это за 30 минут и делал просто потрясающе. Поэтому я всех ваших радиослушателей должен призвать бежать срочно в кинотеатре, потому что это всего лишь неделя. Он здесь идёт в прокате сейчас по всей Латвии. И не лишайте себя удовольствия посмотреть это замечательное кино. Но я лично вам обещаю, вот мой имейл вовалерт.gmail.com Не встречал я ещё ни одного человека, которому бы этот фильм не понравился или не помог бы решить какие-то жизненные проблемы. Потому что люди, когда смотрят на это, он уже очень сильно лечит. То есть очень сильно. Люди посмеялись, поплакали, выходят и через некоторое время решают свои жизненные проблемы. Потому что в этом фильме заложена, без шуток, огромная мудрость человеческая. Вот прямо не буду, как говорится, в подробности вдаваться, но, наверное, вы поймёте, о чём это речь. Да, да, да. Потому что там огромное количество проблем падает на голову. Да, да. Мне кажется, что он такой двенадцатигранный. То есть как бы ты на него ни смотрел, с какой стороны, каждый от ребёнка, в каком бы ты возрасте ни был, будь ты девочка или мальчик, этот фильм становится твоим. Вот кто угодно, да. Поэтому, конечно, из-за того, что он двенадцатигранный, он имеет такую огромную аудиторию. Сама история. Вот мы ещё не говорили ещё об одном актёре, Андре Шагин, который вот тоже, ну, в последнее время, все его, конечно, помнят и по стилягам, но в последнее время это и главная роль в «Каньке Горбунке», и в «Союзе спасения» он прогремел. То есть, ну, так, сейчас он стал невероятно популярен. А я понимаю, что работа шла ведь ещё когда, может быть, он не был, ну, там, таким знаменитым? Нет, он уже был очень знаменитым, потому что его сделал знаменитым фильм «Стиляги». Вот, да, ну, что я могу сказать? Мэлсон тогда там, да, вот прогремел. Да, понимаете, это очень сильный актёр, очень сильный актёр, который справился со своей ролью на 101%. Антон, да. Ну вот, он такой есть, немножечко, опять же, привносит в роль своего, в этой роли, мне кажется, он приносит, немножко раскрывает такую свою настоящую личность, вот, привносит очень много личного в эту роль. И он мне когда сказал, слушай, а давай я сыграю перчика. И я так замер, потому что я представлял себе какого-то еврейского паренька, и он мне говорит, да я знаю, что у меня, как бы там, что я лицом не похож, но зато, говорит, я знаю, про что сыграть эту роль Вова, так что ты подумай. И он оказался, я говорю, давай сделаем пробы по Zoom, что, как бы предложи варианты, посмотрим. Ну и, конечно, он сделал такие пробы, что я сидел с открытым ртом, знаете, как приходит, когда артист такой, который работает на, не знаю, там, зал 800 тысяч человек и показывает тебе всю мощь для тебя одного, то часто это просто обезоруживает. Я всем артистам, кстати, рассказываю, что не надо бояться кинопроб, надо просто приходить и понимать, что сейчас у тебя вот твои зрители, это режиссер, там, еще кто-то, еще кто-то, это просто твои зрители. Ты приходишь и очаровываешь их. Вот все, что нужно сделать на кинопробах. Антон с этим справился. Но вот вопрос, там ему пришлось сниматься в том числе и в изумительно, кстати, снятой, очень короткой, но и красивой эротической сцене в «Муке». То есть, насколько это вот такие... Это, вы знаете, идея пришла позже, поскольку там такой момент был, не было такой суховатости, просилась эта вся любовная история, но из-за того, что я хотел, чтобы... Я не понимал, как, это невозможно, оно туда не вставлялось. Ну, какая там эротическая сцена в Горинском фильме, это какая-то чушь. Но, с другой стороны, я понимал, что вот надо что-то, да, показать, иначе нету вот того, чего сейчас есть в фильме. Не знаю, как даже... Некоторые вещи не могу объяснить, могу только показать на экране, называется. Вот... Почему, почему вот она вот действительно потеряла голову, что она готова бросить семью и уйти в СМИ куда-то? Да, конечно, да, 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 глубину это дает. А иначе там все, ну, разговорчики, там, танцы, шмансы. А здесь все понятно, да, что вот есть эта вся глубина, есть это все дело. И когда мы надо... Мы начали думать, я говорю, ну, хорошо, как мы можем сделать такую эротическую сцену, чтобы могли смотреть дети, да? И начали думать, как бы, вот эта мельница, что... И начал думать, что, может быть, их как-то загримировать, да, в муке. Подумал, что как здорово будет, чтобы они были как античные статуи белые, да? То есть я подумал, что если они будут... Ведь я подумал, что когда мы ходим по музею, и стоит какая-нибудь древнегреческая статуя обнаженная, люди же нормально реагируют на это. Я подумал, здорово, я использую этот трюк, они будут голые, но будут выглядеть, как античные греческие статуи, и, соответственно, в муке, да? И вот... То есть вот, наверное, оттуда. То есть сделать так, чтобы это работало, и дети могли смотреть. Поэтому такая вот придумка. Но это уже... Фильм был снят практически полностью. Это мы уже беседовали на съемочной площадке о том, чего не хватает фильму, смотря какие-то рабочие материалы. И вот Антон говорит, вот было бы, наверное, неплохо, да? Мы так рассуждали. И актриса, значит, которая исполняла роль, я спросил Сашу Александровичу, ее зовут, я говорю, Александра, как ты вообще обнаженно снимешься? Она говорит, да вообще без проблем. И она так сказала, как будто для нее это вообще ерунда. Но потом она мне позже сказала, что это она блефанула так. Вот, и я говорю, ну, отлично, классно, потому что в контракте мы же ничего такого подобного, не это самое. И я говорю, тогда сделаем, через месяц, когда будем делать дозвучку, сделаем эту... снимем эту сцену. И она мне потом говорит, Вова, ты представляешь, у меня начали руки трясти, все, я поняла, на что я согласилась, да еще так, с таким пафосом. А куда теперь деваться? Я должна буду обнаженная сниматься. Я никогда этого не делала. Говорит, и все, что я додумала сделать, это побежать в спортивный зал и начать усиленно этот месяц, просто каждый день заниматься спортом, сесть на диету для того, чтобы быть богиней, как ты и хотел, греческой. Вот, собственно. Ну, вот так получилось. Это всегда очень пикантно. У меня есть запи... Всегда это, конечно, сложно снимать. Я всегда планирую это заранее, чтобы максимально не было мужчин на площадке, чтобы были там одни девушки. В следующем фильме тоже так планирую, если есть какие-то обнаженные вещи. Всегда пытаюсь сделать максимально комфортно для артистов. Ну, вот мы уже упомянули вот эти детали, которые были... Ну, вот создают эту атмосферу, этого местечка, вот этой Антоновки. А вот как это все создавалось? То есть, вот я знаю, что пять лет где-то была информация, что создавался вот просто весь просто дискорации быт. Да, да, да. Это был сложный процесс и интересный очень. Художник Виталий Васильевич Ясько. Чтобы вы понимали, я еще не родился, а он уже, как снял, наверное, несколько фильмов на киностудии Довженко. Ему уже было за 70 лет, и я понял, что это попадание номер один, потому что он из украинской деревни, украино-еврейской деревни, и он вырос. И он говорит, Володя, я вырос, я знаю, как быт, все, я знаю, как... И он знал, как этот быт устроен, как все должно быть по-настоящему. И вот я, допустим, там такой эпизод был. Он руководил парадом. Я ему полностью доверял и советовался, потому что мне важно было, чтобы все было вот аутентично, именно так, как оно было тогда. Конечно, художественно красиво. Был такой эпизод, когда я говорю... Виталий Васильевич, он смотрит, а что это за портреты висят на стенках? Я говорю, да это вот мой дедушка, я повесил так на память, чтобы в фоне. Он говорит, Володя, если вы хотите снять видеоклип, вы, конечно, можете вешать что угодно на стены. Но я вам скажу, в то время евреи никогда ничего на стены не вешали. И он мне такую лекцию прочитал, поэтому вы, конечно, режиссер, но я вам скажу, что это будет плохо. Вот вы хотите узнать, я вам скажу. Я снял моего дедушки любимый портрет, потому что мне важно было сделать этот фильм, условно, а не какие-то свои вещи реализовать. И он руководил, поэтому все, что вы видите в интерьере, это мало того, что вы видите все, как было. Сам дом Теви, прототип, который реально жил, я нашел этот дом, он под Киевом полуразрушенный, совсем огромными там заборами, но есть фотографии. И тот дом, который вы видите, он идентичен практически, но неотличим от того дома, где действительно жил прототип настоящей Теви. Так что вот Виталий Васильевич создавал это все. Часть мы, мы дом этот нашли в музее под открытым небом, в Пирогово в Киеве, а, так скажем, уже интерьеры, то, что внутри, это уже были построены декорации на киностудии. Ну, была построена деревня там огромная, она была построена не нами, скажу честно, нам она досталась от другого фильма. И тем самым нам очень сильно повезло, потому что, чтобы построить такую деревню, нужно потратить еще миллион на два долларов, которых у меня не было. Я голову ломал, как же мне доснять-то это кино, без того, чтобы это все получилось. Все тут, бах, освободилась огромнейшая декорация под Киевом после одного из сериалов того времени. И я прихожу и понимаю, что на этой киностудии я могу закончить фильм в чужих декорациях, просто переделывая их под свои. И вот таким образом, значит, нам очень повезло закончить этот фильм в очень шикарных и дорогих декорациях, которые нам дали возможность сделать все эти вот... Вы же видели, как внутри дом Теви выглядит, да? Все эти кадры, однокадровые съемки, когда вот заходит Минахин, зритель этого не замечает, но камера не выключается. То есть они смотрят, там сцена идет, допустим, там полторы-две-три минуты, камера не выключается. Это потрясающий Дима Ишенков, мы с ним работаем уже больше 10 лет, оператор. И он очень хорошо понимает хореографию камеры. Так что без этих декораций мы бы не смогли... Камера не смогла бы просто так вот жить, летать, быть везде и не перерываться монтажом. Очень повезло. Ну что же, действительно, это вот картина. Еще раз напомню, что мы говорим о фильме «Мир вашему дому», который сейчас идет на экранах кинотеатров не только в Риге, но и по всей Латвии. Режиссер этой картины Владимир Лерт. И мне хочется еще обратить внимание на то, что фильм начинается с монолога, ну, с закадрового текста, где говорится о том, что вот в этой деревеньке русские, евреи, украинцы живут вот мирно, дружно. И несмотря на выпавшие какие-то испытания, и, конечно, вот что происходит, мы понимаем, что вот эта дружба, по-моему, кто же был влюблен в Голду, Степан, да? Да, да, да. Степан, вот как раз-таки, ну вот, сосед, который все эти годы жил. То есть вот мы понимаем, что этот фильм несет какой-то вот, ну, не знаю, заряд каких-то позитивных эмоций, какую-то вот мудрость, может быть, вот какую-то тысячелетнюю, о том, что худой мир лучше доброй ссоры, и всегда нужно пытаться найти какой-то вот ключик к соседу и соседские отношения поддерживать. Очень такая, ну, мне кажется, такая добрая, сильная лента, которую хочется... Я уже захотел пересмотреть. Я вам обещаю, вот не поверите, не просто так говорю, да, очень советую посмотреть второй раз, потому что вот потом созвонимся, если это будет по-другому, второй раз этот фильм смотрится совершенно по-другому. Это действительно он... Потому что первый раз это даже так, ух, а второй ты уже чуть знаешь, что будет дальше, и поэтому можешь где-то посмеяться заранее, короче говоря, так скажем. Да, я так скажу, что Анатовка, по моей, опять же, задумке, это такая модель планеты Земля, по сути, вот и всё, если говорить честно. Там могло быть 4 религии, 5 религий, 10 религий, это не имеет значения. Там просто показан конфликт вы можете этот конфликт, допустим, я смеялся и говорил, что... Когда мне говорят, ну, тяжело продавать в кинотеатре, это же не Спайдермен, это же не Супермен и так далее и тому подобное. Я думаю, мне так зрело, я думаю, надо было мне снять историю, да, про далёком космосе. Живёт дядечка, который толкает какую-то там телегу космическую, да, а у него дочка влюбляется в зелёного гуманоида. То есть, под копию сделай, да, но только на далёкой планете, вот вообще, да, и показать, что он не тележку, Катя, это как в «Звёздных войнах» какой-нибудь аппарат такой офигенный. Я когда-нибудь это сделаю, честно скажу. Потому что, то есть, вот, да, да, ну, история работает, я к чему говорю, к тому, что вы можете заменять религию, национальности в этом фильме, хоть на гуманоидов, да, сам кор вот этой мудрости вселенской, он никуда не уйдёт из истории. — Ну что же, спасибо огромное, Владимир Лерт, режиссёр фильма «Мир вашему дому», картина по пьесе Григория Горина, «Поминальная молитва», которая, в свою очередь, основана на рассказах Маршалума Алейхама. Смотрите на киноэкранах. — Бегите, ребята, не пропустите, я вас... — Только одна неделя. — Только на этой неделе. Спасибо. — Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова